А на третий день пророс один из зубов Ясона, и к вечеру на стебле, напоминавшем позвоночник, висел 120-килограммовый бородатый младенец лет примерно 20 на вид. А Русоса подобрали работавшие в поле Софико Чуаурели, Коте Махарадзе, Нонага Брендашвили и Майя Чебурданидзе. Они отнесли его в деревню, где Зураб Саткилавы и Надя Бригвадзе начали учить мальчика пению. И когда кто-нибудь из сельчан возвращался домой из поездки, он обязательно дарил мальчику какой-нибудь сувенир. Так Саткилава привез ему верхнее до, взятое им в ласкало, и вот однажды в деревню приехал Афинский национальный древнегреческий театр имени 11-го подвига Геракла. Демис с места прочитал вместо него огромный монолог Эдипа на чистейшем древнегреческом языке, а потом спел шуточную песенку на музыку Микоса Теодоракиса. Восхищенные зрители пытались качать его, но весил он к этому моменту уже 270 килограммов. А режиссер театра решил во что бы то ни стало перевести Русоса на историческую родину и вскоре того отправили в Афины двумя трейлерами под видом дивана и двух кресел.